В свое время Василий Васильевич Ключевский очень образно и в то же время точно охарактеризовал ситуацию, сложившуюся в России во второй половине 17-го столетия. Он говорит, все собрались в дорогу, все собрались в дорогу, но только ждали вождя. И вот вождь явился. Действительно явился человек, который стал вождем России на пути к обновлению. Это был наш знаменитый царь Петр Алексеевич, Петр I, Петр Великий. Он удачно считал в себе действительно выдающегося человека, человека с огромной энергией, с огромным ощущением движения. И в то же время эпоху, которая давала возможность проявиться вот таким людям. Известно, что нужно не только родиться героем, нужно родиться еще вовремя, тогда, когда есть спрос на выдающихся людей. Это эпоха движения. И вот в России как раз возник такой спрос на выдающихся людей, и такие люди явились. Петр I был только самым действительно первым среди них. Но у него была целая свита из выдающихся людей, которые проявили себя в той или иной сфере. Борисов Николай Сергеевич. Доктор исторических наук. Профессор, заведующий кафедрой истории России до начала 19 века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Будущий наш царь Петр Алексеевич родился в 1672 году, 30 мая. Он был сыном царя Алексея Михайловича от второго брака. Первым браком Алексей Михайлович был женат на Марии Линишне Милославской, а вторым браком он был женат на Наталье Кирилловне Нарышкиной. И вот в браке с Натальей Кирилловной у него был сын Петр и дочь. Когда ему было 4 года, отец умер в 1676 году. Царь Алексей Михайлович скончался, приходит к власти его сын Федор Алексеевич. И таким образом трудно было думать, что Петр станет со временем сам правителем. Но судьба сложилась таким образом, что в 1682 году царь Федор Алексеевич скончался. И начинается острая борьба за власть между различными придворными группировками. Это так называемый первый стрелецкий мятеж. 1682 год, когда возникло две партии. Партия, которая хотела сделать Петра наследником престола. Ну, это Нарышкины, это их родственники, это их союзники. И партия Милославских, которая хотела возвести на московский трон царя Ивана. Иван был сыном царя Алексея Михайловича в первом браке. Но проблема состояла в том, что Иван был слабоумный, а Петр был малолетний. Выбор был вот таким для России. Либо у нее будет царь малолетний, либо царь будет слабоумный. Если будет малолетний, то ясно, что его будут окружать какие-то его, так сказать, родственники, друзья и прочее. Ну, а если он будет слабоумный, то тут вообще трудно чего-то ожидать. И вот стрельцы, которые несли городскую службу, которые были наиболее такой эффективной военной силой. Стрельцы тоже разделились. Некоторые поддерживали Петра, некоторые поддерживали Ивана. В результате достигнут был определенный компромисс. Установлено было двое власти. То есть, сделан был второй трон, сделана была вторая шапка Мономаха. И вот появилась такая ситуация, которая вызывала у иностранцев просто насмешки. Что рядом сидят два царя. Рядом сидят два царя, но ни один из них не решает вопросы, а решает третье зазорное лицо, как писали тогда некоторые современники. Это была царевна Софья, которая стояла за троном. И там до сих пор в оружейной палате есть этот трон с окошечком, через который она подсказывала, значит, своим малолетним братьям, что они должны говорить, когда принимали послов или вели какое-то важное, так сказать, важное заседание. Таким образом, с 1682 по 1689 год, это в нашей истории правление царевны Софьи. Софья правила, конечно, осторожно. Нельзя сказать, что она была какой-то совершенно непригодной правительницей. Нет. Она понимала, что ей нужно быть очень осторожной, что ей нужно иметь хороших советников, и что ей нужно иметь опору, то есть фаворита. Женское правление всегда подразумевает появление какого-то фаворита. Ну, у Софьи таким фаворитом был князь Василий Васильевич Голицын. Человек по тем временам очень образованный, неглупый. Человек, который мог бы стать хорошим соратником Петра Великого, если бы судьба не сложилась так, что он выступил противником Петра. Голицын для того, чтобы поднять свой авторитет, должен был совершить какие-то великие дела. Он должен был иметь громкие победы. И вот для того, чтобы обеспечить ему эти громкие победы, была затеяна война с Крымом. Крымские походы. Таких походов было два. Первый поход крымский – это 1687 год, и второй – это 1689. К сожалению, и для Голицына, и для России в целом, в общем-то, походы оказались неудачными. Русские войска еще не готовы были к таким серьезным предприятиям. Конечно, официально объявлено было, что мы одержали победу, что мы разгромили крымское войско, но на деле все понимали, что это поражение. Престиж Голицына падал, приближалась ситуация конфликта. Петр уже повзрослел, ему уже было 17 лет, он женился. То есть, по понятиям того времени, он уже стал вполне взрослым человеком. И он имел все права на царство. Ну и в результате между Петром и Софьей возник конфликт, вооруженный конфликт, так называемый второй стрелецкий мятеж. В 1689 году царевна Софья, ее поддерживали стрельцы, Петра поддерживало дворянское ополчение. Петр находился в своем подмосковном селе Преображенском. Ему сообщили о том, что якобы Софья готовится со своими стрельцами напасть на его резиденцию. Петр ночью в одной рубашке выскочил из окна, сел на коня и помчался в троицу Сергию Лавру, чтобы там за мощными стенами этого монастыря найти защиту от якобы, как он думал, нападавших на него стрельцов. Софья предложила Петру переговоры. Но Петр уже почувствовал, что дворянство на его стороне. Дворянство начинает собираться в Троицкий монастырь. Со временем туда же приходят и стрелецкие полки. Софья почувствовала, что она проиграла, что армия стрельцы находится на стороне Петра. Она предложила ему переговоры, он отказался. Софья была арестована посланными Петром солдатами и отправлена в заточение в Новодевичий монастырь. Таким образом, второй стрелецкий мятеж завершился поражением царевны Софьи. К власти приходит партия Нарышкиных. Сам Петр еще не был достаточно опытен для того, чтобы взять в свои руки управление государством. И вот с 1689 по 1694 год – это время правления Нарышкиных. Фактически Наталья Кирилловна, мать Петра, она становится во главе правительства. Но, разумеется, она окружает себя родственниками, окружает себя доверенными людьми. И в целом этот период не был периодом каких-то достижений, каких-то больших успехов. В 1694 году Наталья Кирилловна скончалась. К этому времени Петр уже вполне понимает, что он хочет. Он уже наладил связи с иностранными дипломатами, жившими в Москве. Он постоянный посетитель немецкой слободы в Москве. То есть Петр пришел к выводу, что нужно разворачивать Россию на европейский лад, делать своего рода модернизацию нашей экономики, нашей политики. Ну и вот после того, как он приходит к этому выводу, он понимает, что для общения, для дальнейшего развития отношений с Европой нужен выход к морю. России нужен выход к морю, либо к черному, либо к балтийскому. И первое, что он предпринял как правитель, это знаменитые Азовские походы. А что такое Азовские походы? Это война с Турцией. Это война с Турцией, поскольку Азовское море в то время было фактически, принадлежало Турции. Азовские походы 1695-1696 года прошли успешно. Нужно было, конечно, строить знаменитые корабли на Воронежских верфях, много нужно было предпринять всяких подготовительных мероприятий, но в целом все закончилось для России благополучно. Азов был взят, и это был первый успех, который вдохновил Петра на дальнейшие действия. Но его дальнейшие действия, собственно говоря, были не военного характера, а характера такого образовательного. Он пришел к выводу, что надо посмотреть, как живет Европа, как работает промышленность, как работает торговля, экономика, армия. Ну и вот в 1698 году Петр отправляется в знаменитое Великое посольство. В составе Российского посольства он инкогнито путешествует по Европе, посещает музеи, посещает предприятия, верфи, сам работает на верфях в Голландии. То есть он сам лично решил посмотреть, что же это за Европа, как она достигла таких успехов, которых Россия пока еще не достигла. Оттуда из Европы он возвращается с огромным багажом не только опыта, но и разного рода специалистов. Он приглашает в Россию мастеров, приглашает ученых людей. И это все позволяет ему уже приступить к новым действиям, к тем действиям, которые связаны были с попыткой прорыва, но не к Черному морю, а на сей раз с прорывом к Балтийскому морю. В 1700 год начинается тяжелая, но необходимая для России северная война, которая в конечном счете и позволила решить эти стратегические проблемы. Главным результатом Великого посольства для Петра стало ясное понимание перспектив развития России. Он пришел к выводу, что Россия должна развиваться как страна европейская, как страна, которая строит свою жизнь на системе ценностей, и свойственных европейской цивилизации. Если Россия будет оставаться в своем уединении, в своем историческом одиночестве, то это тупик. В конечном счете Россия будет завоевана и превратится просто в зависимую от европейских стран страну. Поэтому Россия должна идти по пути европеизации. Другого пути нет. Этот путь тяжелый, этот путь требует ломки старых традиций, старых обрядов, но он необходим. Ну и на этом пути Россия только и может решить свои военные проблемы, потому что модернизация означает не только изменения в духовных ценностях, но и изменения в военном деле, изменения в тех структурах, от которых зависит независимость России. Самым ярким символом петровских преобразований стала новая столица России – Петербург. Город, основанный на выходе Балтийской море, город, который сам по себе имел значение и военной крепости, и в то же время огромного культурного центра. Строительство Петербурга – это было одно из любимых начинаний Петра Великого. Он постоянно следил за развитием этого проекта, он сам лично любил рисовать карты Петербурга, намечивать новые улицы. И, во всяком случае, для России Петербург стал именно таким окном в Европу, о котором Петр мечтал и который был России радикально действительно необходим. Поставив перед собой задачу европеизации России, Петр последовательно добивался успехов на этом пути в самых разных направлениях. Ну, во всяком случае, мы знаем о том, что Петр изменил внешность людей, он заставил людей интересоваться европейской культурой, он заставил людей ездить больше за границу, он приветствовал иностранцев, приезжавших в Россию. Европеизация культуры идет по всем направлениям, но при этом Петр никогда не забывал о том, что он стремится дать России то, что ей необходимо, то, что необходимо для развития внутренних и внешних сил России. В конечном счете, петровские реформы были огромным шагом вперед для России. Они обеспечили России безусловную роль одной из европейских держав и возможности уверенно смотреть в свое будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова